Здесь до 2019 года находилось отделение детской поликлиники, единственное в микрорайоне Восточный. Однако здание признали аварийным, законсервировали, а пациентов направили на прием в медучреждение в пяти километрах отсюда. Для многих путь до проспекта строителей длиной в восемь остановок и с маленьким ребенком на руках оказался непростой задачей. У нас очень много детей здесь, от полутора тысяч и выше до 18. Людям стало некомфортно детей возить на вокзал. Поэтому люди у нас восстали, проводили митинги, всевозможные акции, протесты. Минздрав объяснял закрытие поликлиники недостаточной нагрузкой на педиатров. В течение года активисты писали посты в социальных сетях, обращались за помощью в СМИ и к депутатам. Как итог, решение о строительстве приняли, однако из-за нехватки финансирования сроки переносились. Но теперь здесь ведутся работы. Этот ФАП в большей степени социально-политический объект, и он состоялся благодаря активной жизненной позиции граждан, жителей района. Именно благодаря им здесь медучреждение сохранилось. Более того, губернатор Виктор Петрович Томенко принял решение построить новое помещение для филиала поликлиники. В основе здания, площадью почти 100 квадратных метров, металлический каркас, заполненный сэндвич-панелями. На данный момент на объекте ведутся работы над фундаментом, но уже на следующей неделе строители планируют приступить к возведению основы будущего ФАПа. Общая стоимость проекта составляет почти 13 миллионов рублей. Все основные земельные работы практически выполнены. Осталось благоустройство. Само здание монтируется за сутки, плюс еще потребуется два дня для того, чтобы накрыть крышу. Внутренние работы никак не зависят от погодных условий, поэтому осень нам не страшна. После открытия сюда вернутся уже знакомые детям врач и медсестра, что облегчит жизнь родителям. Теперь прием будет возможен в шаговой доступности от дома. Здесь будет находиться участковый врач-педиатр, здесь будет находиться участковая медицинская сестра, здесь же будет находиться прививочный кабинет, здесь будет проходить прием ребятишек, то есть это дети до года, это дети больные, болеющие, то есть с профцелью, здесь же будет проходить вакцинация ребятишек. Строительные работы должны быть окончены до 30 сентября. За ними последует процесс лицензирования и оборудования ФАПа. Будут закуплены медицинские инструменты и мебель, перемещена картотека. Первые осмотры и приемы на Восточном пройдут уже в декабре этого года. Ежедневно врачи смогут принимать около сотни маленьких пациентов. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.